Папетишечки встаем, сначала на мою пульсе. Хорошо, все встали. Пальчики правильно складываем, поклоны делаем как положено. Аллилуйя, 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 слава тебе Божия! Благодарим тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Аминь. Так, все рассаживаемся, чтобы не толкаться малышам, чтобы все место было. Я у вас сегодня спонтанно веду занятия. Я не преподаватель, потому что преподаватель задерживается у вас. Так что на прошлом уроке вы проходили? Кто может сказать? Что-то задавали, может быть, выучили вам. Стихи какие-то. Нет, у вас тогда не характер, характер. Да не характер. Какая тема была? Честность. Еще кто может сказать? Сидеть. Так, смелость была правильно. Я слышала, что была смелость. У вас Поля мне говорила. Она уже помнит, что с ней занимаются. Какие-то стихи задавали учить новую? А какие кто помнит стихи из Библии? Кто может сказать? Руку поднимаем? Никто не знает, нет нового стиха? Так, Ваня первый поднял. Я так возлюбил Бог Миш, что отдал Сына Свою Единородную, дабы всякие вершины не погибли, но у него жизнь вешает. Яна? Да. Яна точно. Так, еще кто знает? Ты тоже? Ну, рассказывай. Быстрее. Громко. Кто открыл яму, сам в нее попадет. Кто вырыл яму другому, тот сам в нее попадет. Но это своими словами так. Понятно. Молодец. Так, еще кто знает что-то? Это можно сказать, привести Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих, да? И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это из этой оперы. Так, еще новое что-то? Слово Твое, светильник, ноги моей. И свет. А место помнишь какое? Ну, не будем отвлекаться. Я вам тоже взяла хороший календарик, дарили нам в храме в том году. У всех у вас есть, да? Посмотрите, вот такой с ягодками, всем-всем дарили. Думаю, что вы их не выкинули, потому что здесь выбраны такие места Писаний. Дома откройте, посмотрите. И желательно вот эти места Писаний выучить, потому что это золотые стихи из Библии, очень грамотно подобранные. Давайте вот это вот послание сегодня мы с вами выучим. Послание к Эфесянам, 4,32 стих. Будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Повторяем. Будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам 4.32 Ефесянам 4.32 Молодцы! Давайте еще раз прочтем и целиком попробуем Сейчас я целиком скажу, потом вызову Будьте друг ко другу добры, сострадательны Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас Будьте друг ко другу добры, сострадательны Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас Так, молодцы! Может кто-нибудь один рассказать, кто запомнил целиком? Будьте друг к другу добры, сострадательны Прощайте друг друга, как и Бог во Христе прощает вас Ефесянам 4.32 Дома еще потренируешься? Сразу видно, Проща хорошо учится в школе Напоминает хорошо Так Вы начали уже готовиться к рождественному или нет? Нет еще? Мама не готовит Какой пост сейчас идет? Кто помнит? Рождественский пост Так Правильно, молодцы Соблюдаем пост все? А то мне тут один батюшка с московской патриархии приезжал Крестить дедушку нашу Говорит, а зачем детей постом мучить? Не надо их мучить детей постом Вот это вот такое вот мнение А что детей приучать наплевательски относиться к установлениям церкви, это не думают А почему, говорит, зачем вы запрещаете детям брюки носить? Пусть носят брюки Я говорю, да это же мерзость перед Богом Ну и что? Кого больше всего надо чтить и бояться и любить? В первую очередь Бога А если Бог сказал так, а кто-то говорит против Можно слушать этого человека? Нет Нельзя, да? Постановление церкви надо соблюдать Я когда вот ходила еще Искала, не могла себя найти в молодости Еще 20 лет мне было с небольшим Там только у меня первая дочь родилась Я приходила к старообрядцам Потому что почему-то мне не хотелось по-крустке Собудите, тогда у нас один только был Я считала, что я не найду там Да, я ходила к старообрядцам Вот, и батюшка строго говорил Только от груди оторвало ребенка Все, уже надо, чтобы он постился Ну что у нас не совсем так строго Ну, надо соблюдать, конечно С детства, чтобы ребенок был приучен к посту Если какие-то в жизни трудности начнутся Гонения, лишения, голод Да мало ли что сейчас в мире что происходит Вы видите, какие события Сколько беженцев, как они голодают Какие войны, теракты Людям очень тяжело живется на земле И когда человек подготовленный Он постится, он молится Ограничивать себя умеет во всем То ему уже эти трудности любые Будет легче переносить К тому же Господь обещает Что он нам в тесноте будет давать простор В скорби он у нас услышит И Давид говорит Не видел я праведника Нуждающимся, голодного, детей Его просящими хлеба Да? У нас есть упование на Бога Нам уже будет Я в честь, если мы только привычными будем Объедаться каждый день Ни в чем себя не ограничивать То, что случись И все И мы тут растерялись Пропали И за кусок хлеба Уже антихристу печать поставим А мы с детства уже приучены ко всему Так что строго соблюдайте Всегда маму не терроризируйте Не простите никаких вкусностей в пост Что дали, слава Богу Не надо рыться в еде Поменьше телевизоров никаких Чтобы не было Компьютеров Развлечений особенно Пост это пост Это воздержание Это покаяние Это приготовление к исповеди Чтобы потом сподобиться Причаститься Тело и крови Христовых Потому что кто недостойно Причащается Не рассуждая Тело и крови Христовых Тех немало больных И некоторые погибают Да? Очень серьезно К этому надо подходить Родителю Тяжело Я вот сама мама Трою детей И тяжело Начинает ребенок Вот праздник Ну вот охота Вот дай что-нибудь вкусненького Можно мультики посмотреть И вот начинает Из тебя вот это вот тянуть Старайтесь Родителями быть милосердными У них сердце И так сжимается Из-за вас Они переживают А когда вы еще Тянете из них Это все Вдвойне тяжело Старается А вы тем Я думаю Читаю Мы обо всем Мы выучили стихи Молодцы Да Новый стих Выучили Мы повторили Что в прошлый раз Сейчас про пост Да Про пост поговорили Потому что пост Причастия Ну видишь Как бы Кстати вот передачу Видела недавно Она такая Не христианская передача А была О диетах Диетологи Постам Да О пище Вкусненькой И так И там Отсуждали Поездно ли Голодание Голодать Вот это все И все диетологи Ученые Они говорят Ну голодать Можно там совсем Коротенький голод Да Как разгрузка Голод Не очень Как бы Полезен А говорит Чтобы быть здоровым И до старости Дожить Полезно Главное Не голодать А не переедать Не переедать То есть Всегда себя Потихонечку Ограничивать В объеме пищи Во всякой Вредной пище Вот эти десерты Все это Делать Минимум И хотите Если Чтобы ваше Тело было здоровое Чтобы вы могли Быть такими Крепкими Сильными И долгожителями То не переедать На ночь Если Вот такое Все То есть И там была Такая пометка Что и почти Все религии Основные религии мира И там Со всеми Представителями Религии Все этого Придерживаются Все Все религии И там показали Еврейского Как у них там Священника Называют Равина Который сказал Да Что вот Ограничение в пище Показали Буддийских Монахов Там объяснили Ну естественно Там Христианство Это тоже Это мы знаем Все И вот там Что Не переедать И монах С которым Беседовали Он выглядит Как мальчик Они такие Выставят Ну может быть Думаю лет 20 А он говорит Поэтому 50 лет Представляете А они вообще Пожизненные Практически Вегетарианцы Представляете Они вообще Мясо не едят Вот это Всю жизнь Очень себя Сдерживают В этом В питье Во всем В еде Давайте мы сегодня С вами Тему пройдем Трудолюбие Это очень важно Сейчас вот Я заметила Даже по своим Ребенок рождается Маленький Еще в ходунках Пытается что-то Помочь Там обуточки Составить Белье подать Тряпочкой Что-то протереть Начинает ходить Там лет до 3 Идеальный Ребенок Потом как только Начинает Что-то в сознание Приходить А уже не охота Это не хочу Это не хочу Я лучше телевизор Посмотрю Я лучше поиграю Там очень тяжело Заставить Если родители Вовремя в руки Не возьмут Там когда надо Можно ремешка Дать или крапиву Иначе бесполезно Это воспитание Вот сейчас мы Прочитаем О трудолюбии Люди С сильным характером Ценят труд И стараются Использовать Свое время И свои таланты На хорошие дела У них достойные цели Которым они посвящают Свою жизнь И хотя не всякая работа Бывает приятна Они получают Удовлетворение От того Что занимаются Нужным делом Люди Считающие труд Благородным занятием А не безрадостной Деятельностью Понимают то Что они делают Полезно людям И мест становится Хотя бы немного лучше Труд является Частью Божьего плана Библия рассказывает нам Что первым людям Адаму и Еве Бог поручил Ухаживать за садом В котором они жили И вместе с Богом Они стали возделывать его Точно так же Работа Которую мы выполняем Является исполнением Божьего плана И делает нас Его скромными И благородными Помощниками Кроме гордости За то Что мы делаем Хорошее дело Работа дает нам силу И облегчение Во времена трудностей Потому что Помогает отвлечься На некоторое время Часто пережив Несчастье Например Серьезную болезнь Или потерю Любимого человека Люди хватаются За работу Как за спасательный круг И это помогает Им вернуться К нормальной жизни Не количество Выполненной работы Определяет Ее ценность Ведь есть люди Которые ограничены В своих действиях Из-за болезни Или увечья Но это не делает Их труд менее ценным Ни для них самих Ни для окружающих Многие из них Являются Источником вдохновения Для остальных Потому что Они с энтузиазмом Без умения Делают то Что могут Кто у нас Есть пример Все время Просят молиться Лежит парализованный Человек И делает Больше Чем мы с руками С ногами Кто молит Сергей Козлов Парализованный Полностью Одно плечо Чуть-чуть Работает И он целыми днями Рисует иконы Привязанная мышка К руке Это необыкновенный Человек Сколько он приносит Радости людям Своим трудом Вдохновение Стыдно даже Что мы с руками С ногами Вот так мало Привая Батюшка Попривая Прикрываем Когда позеваем А я еще Вот примеры Трудолюбия Прочитали мы С Полиной Книгу нам Надежда Васильевна Подарила Когда еще Маша у меня маленькая Думала Про Террии Отца Николая Диченко Там рассказы Собраны Очень замечательные Если у кого есть Вот эту книгу найти До чего хорошая Книга черная Такая толстая Еще Девятисот И 1911 года Издание По-моему Да революционное Там собраны Очень Хорошие Рассказы Для маленьких Для среднего возраста И для взрослых Уже Для девочек Написано Вот И там Как раз На тему труда Любовь к благовестию Настолько развита Была у детей У подростков Вот Ну как вот Фрося И девочка Слепая Она целый год Без света У нее керосиновая лампа была Она целый год Без света Вязала носочки Чулочки И принесла Золотой Ну монетка Там это не в нашей стране Принесла Благовестнике Других Без света Без света Без света Без света Кроме я тебе не благовествовал. Ты же взрослая, тебе уже умирать, а ты не крещённый и не верующий. Я говорю, ты же врать хочешь, хочу. Я говорю, другие тоже хотят, но не знаю. Обязательно надо людям говорить. Тем более такие времена, может быть, уже близко к концу подходит, потому что Откровение Анна Богослова читаешь, очень похоже, такие события в мире происходят. Страшные. Помните, как написано? И будут глады, мороз, землетрясения по местам. Войны и военные слухи, и всё же это начало болезней. Ещё какие-то болезни страшные придут. Кроме спида и рака, и что там-то будет, что-то необыкновенное. Язвы какие-то на людях будут, и смерть уйдёт. Люди будут просить смерти, а смерти не будет. Страшно. Армагеддон, война, вот эта последняя, после которой только третья часть останется на земле. Обязательно людям должны возвещать весь спасение. Потому что с нас спросится за это потом. Греш не погибнет, а кровь я защищу с тебя, потому что ты ему не сказал. Никогда не стесняйтесь. Всегда знайте, кого вы исповедуете. Святой Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. Чтоб каждый мог чётко, и говорит, у всякого требующего вас ответа, давайте с кротостью благоговения, по-моему, да? Так написано. С кротостью благоговения. А кто помнит, стих писания в лагере мы заучили, а Троица, кто из вас, если вы, конечно, повторяли, может, вы не повторяли, не помните. Где доказательства в Библии есть о Святой Троице? 1 Иоанна 5,7. Не помнишь, Фрось? Завучивали. Я вам... Начни как, скажи. Сначала как. Сначала скажи, а не можете помнить. Я сам-то забыл. Я это помню, но стих писания-то забыл уже. Вот там Отец, Слово и Дух Святой. Сии три, суть едино. То есть 1 Иоанна 5,7. Я иногда просто запоминаю цифры, а с цифрами легче найти потом в Библии даже так. А о Трудолюбии, вот сестра, я хочу спросить, вот мы тоже заучили, кого ум подавляет Господь, например, человека ленивого. Кто может вспомнить? Ваня, вы с Нестором заучили. Молодцы. Расскажи. Ленивый подобен волоним помет, и всякий, всякий, поднявший его, отмют руку. Сераха 22,2. Три двойки легко запоминаются. Я вообще не представляю, молодежь в таком состоянии неверующая. Вот даже чистили с поля снег, идет с работы со служивицей. Не знаю, что делать. Девочка вроде хорошо у него в школе училась. Вот замуж вышла, и вот он такой, и она, говорит, лежат до обеда, ничего не делают, коммуналки не платят, говорит, мама с папой кормят, за квартиру платят. И вот сейчас вот и Зоей шли с сестрой, тоже неверующие дети, и то же самое. У многих, у многих вот так вот такая ситуация. У меня старшие, когда от Бога отошли, то же самое. Невозможно, это что-то делается такое. Спят, едят, и телевизор смотрят, и невозможно ничего с ними сделать. Это что-то страшное. Клин, мать всех пороков. Есть примерно место описания, такое наизусть не помню точно, но такое, что сравнение дается тоже, что как дверь ворочится на ключах своих, так ленивится на постели своей. То есть сбоку на банку. Труд – это такое благо. Вот если нормально к любому труду относишься, это такая благодать. Любую работу делаешь с хорошим настроением. Если еще псалмы поешь какие-то в это время, песни христианские, быстрее, как все проходит, и радость, ты когда сделал дело хорошо, ты на душе испытываешь удовлетворение, радость, что ты это дело сделал доброе, принес пользу ближним. А если на душе уныние, значит, ты плохо сделал свою работу. Это сразу показатель такой. Старайтесь родителям как можно больше помогать. Это ваша обязанность, раньше в деревнях везде там родители, они с утра уходили и поздно вечером возвращались. Вся работа была на детях. Наверное, знает, Ваня в деревне им достается хорошо работать, да? Я всегда поле вас в пример привожу. Весь дом на них в деревне и скотина, и огород, и по дому. Стараетесь, все успеваете. Молодцы. Они в пять стоят. Я тоже своих бужу и говорю, вы спите еще. Дрова, ты уже час назад встали, уже скотину управились, печку затопили, снег откидали. Там на папу надежды не очень-то. Мама вся больная, ей надо и на работу бежать, обед готовить. Говорю, нас духом твоим святым, чтобы мы все запомнили и применили это на практике, чтобы другим людям всегда говорили о Боге, и струдились, и помогали своим родителям милости, будь и нам грешным. Господи, помилуй, Господи, благослови. Все, проходим, встаем сразу. Перед алтарем не крутимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, твою благослови. Господи, помилуй, помилуй, презрительность святую свою церковь, отмести ее невредим и непреоборим Господи помилуй. Господи помилуй. Благослови, Душевая Господа, благослови, Душевая Господа. Если внутренняя моя имя святое, благослови, Душевая Господа. И не забывай всех воздая о Него. Очищающего вся беззаконие Твоя, Исцеляющего вся недуги Твоя. Избавляющего от искрения живот Твой, Вечающего Тебя милости, ищи гротами. Исполняющего благих желания Твое, Обновиться я, короля, юность Твоя. Глоряй, милостыне Господь, Перед судьбой всем обидимым, Сказал пути Своя, Моисерин, Сынову Израилю, Хотение Своя. Глоряй, милостыне Господь, Долго терпеливым, много милости, Не до конца прогневается, Неживых прождует, Не по беззакониям нашим сотворились нам, Неживых по грехам нашим воздались нам, Я, как по высоте небесни от земли, Утвердил я Господь милость свою на боящице Его. Елико стоят в лостоц и от запад, Утвердил я всем нас беззакония наше. Я, как же щедрят эти цены, Ущедрят Господь боящихся Его. Я, как трудно познат создание наше, Победу я, как от песней сны, Человек, я, как отравониво, Я, как свет цельный, так, как светит, Я, как дух проливнем и не будет, И не познает тому место Своего. Миложий Господь не от века и до века, На боящихся Его. И правда Его на сыне, Сынок, родящих завет Его, И помнящих заповедей Его, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова